Здравствуйте! Электромобили хотят выпустить на выделенные полосы, сообщает известие. Торгово-промышленная палата обсуждает льготы для электрокаров со столичными чиновниками. Смысл инициативы в том, что электромобили могут получить право ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, то есть там, где не имеют права ездить обычные машины. Такая привилегия увеличит привлекательность машин на батареях, считают чиновники, а автолюбители станут активнее покупать электрокары. В прошлом году Торгово-промышленная палата уже предлагала меры по развитию рынка электротранспорта. Одной из них была отмена транспортного налога на этот вид автомобилей. Так, после отмены пошлин, которое было принято в феврале этого года, уже зафиксирован рост в секторе личных продаж. Существенная преграда для развития электрических машин сейчас – отсутствие необходимой инфраструктуры, станции для подзарядки, сервисов для ремонта таких автомобилей. «Россияне смогут сами выбирать, куда будут перечислять их зарплату», – пишет Известие. Минфин поддержал идею банкиров об отмене зарплатного рабства. По мнению чиновников, гражданам нужно предоставить право самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты. Кроме того, это же правило должно распространяться и на получение пенсии. Инициаторы предлагают закрепить на уровне закона, чтобы человек мог самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты безналичным способом – на банковскую карту. На данный момент работодатели фактически навязывают своим сотрудникам получение зарплаты в рамках зарплатного проекта. При этом кредитную организацию выбирает сам работодатель, ссылаясь на трудовой кодекс. Он предусматривает, что зарплата перечисляется работнику на указанный счет, определенный коллективным или трудовым договором. Антимонобольщики проверят стоимость цветочных букетов, сообщает российская газета. Инициировал проверку депутат Госдумы Илья Костунов. Чиновник считает, что рост цен на цветы перед праздником 8 марта имеет спекулятивный характер. Более того, на цветочном рынке существует ценовой сговор, поэтому ситуация требует вмешательства со стороны антимонопольной службы. По данным экспертов, канун 8 марта цветы дорожают на 50-300% в зависимости от сорта. В Федеральной антимонопольной службе уже пообещали проверить цветочников. Однако в нынешнем году на ценах результаты проверки никак не отразятся. Мы решили узнать, сколько пермяки готовы потратить на букет к празднику. Ну, смотря если любимая девушка, то, мне кажется, на определенной цены нету. Много можно потратить. Сейчас иду, допустим, 2,5 тысячи тратить. 3,5 тысячи. А что за цветы будем покупать? 51 роза, например. Ну, я думаю, пару тысяч. Ну, и цветы, я думаю, разные будут. Букет красивый, широкий. Я считаю, что для цветы не самый главный подарок. Я считаю, что главное – внимание, которое ты удивляешь своей девушке. Между тем, цветочники оправдывают высокие цены неизбежными потерями. Непроданные цветы быстро приходят в негодность, плюс транспортировка и растаможка. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова